Да сука, я в 2д! Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее! С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и сегодня мы поговорим про Мёркборг. Если не знаете, что это, то я поясню. В прошлом видосе мы говорили о проектах, вдохновленных тяжелой музыкой, но это были не группы, а отдельные какие-то затеи. Так вот, Мёркборг — это настольная ролевая игра, впоследствии я это звать буду НРИ, которая была вдохновлена Блэк Металлом и вывалена на свет не так давно, кстати. Но уже данное и горе взяла награды. Да, и я думаю, интересно вам будет узнать о том, как метально провести время в кругу компании любителей чернухи, чтобы никто вас не заставлял петь. И начнем мы разговор наш с того, что расскажем, что такое НРИ, и переведем пару-тройку шумерских понятий из этого жанра настолок. НРИ — это игры, где игроки, используя ролевой элемент, описывают действия своих персонажей в рамках сюжета, диктуемого мастером игры, и правил, которые, как правило, занимают целые книги. В России этот вид развлечения обрел окончательную популярность благодаря подземельям Chicken Curry, хотя данная движуха появилась еще в далеком 1974 году в первом издании Dungeons & Dragons, или D&D, говоря по-русски. Суть такого жанра проста, как пять копеек. Есть у вас мастер игры, это человек, который описывает игрокам сюжет в целом, и ситуации, в которые они попадают, отыгрывая НПС. И каждый игрок, ввиду особенностей, навыков и способностей своего персонажа, описывает действия, которые он совершает для решения проблемы. Допустим, в темном зловещем лесу Ревеллона вам остается сделать последний рывок, чтобы пробраться сквозь заросли, но на вашем пути встает Олег. Что вы будете делать? И далее игроки сами придумывают, что делать с Олегом. «Я хочу приручить его!» – кричит один из игроков, а мастер ему говорит «Окей, пройди-ка тест ухода за животными, сложностью 10». И последнее вы не поняли, если не участвовали в подобных вещах, поэтому я поясню. Вы берете кубик D20, то есть 20-гранник, и бросаете его. Потом смотрите свой лист персонажа, находите нужный навык, смотрите, сколько там модификатора, и прибавляете его к результату на кубе. Если полученное число больше назначенной сложности, а именно 10, то проверку вы проходите, если нет, то, увы, Олег остается диким. Для полноценной игры вам понадобится фантазия, несколько таких же друзей, кубы, листы персонажей и мастер. Помимо D&D есть уйма ролевых игр, которые отличаются и вселенными, и нужными кубиками, и так далее. Тот же Киберпанк изначально является настольной ролевой игрой, между прочим. У каждой NRAE системы есть свой сеттинг, то есть вселенная, которую пытливые игривые умы любят изучать от и до, чтобы понимать, как им реагировать в той или иной ситуации, да и просто понимать атмосферу. Вселенная D&D достаточно обширна за счет официальных приключений и фанатских наработок, и уже давно является больше движком, нежели вселенной, хотя есть художественные книги, и даже фильм недавно вышел с уймой отсылок на столки. Но опять же, D&D кому-то может показаться сложным в понимании устройства мира, раз и прочего. И тут выходит Морк Борк и начинает доказывать, что ролевке это легко, весело и задорно, начиная с общего сюжета. Сюжет Морк Борк умещается буквально в 11 страниц, при условии, что в остальных играх вселенные более продуманные. D&D на каждой странице содержит описание мира, народа, предмета и так далее. Киберпанк имеет описание истории мира аж с холодной войны до 2045 года, по последней редакции правил. А есть еще и Вархаммер Фэнтезийный и Вархаммер 40 тысяч. Так что Морк Борк с нами обошелся еще гуманно, знаете ли. Итак, все, что нам нужно знать о мире. Ну, ему каюк. В 565 году один монах Анок Шлегер имел честь познакомиться с двуглавыми василисками, одна из голов которых по имени Верху шептала новому другу пророчество, кое он и записал отдельно. А еще эти пророчества сбывались максимально точно настолько, что василиски стали считаться богами, и в их честь в мире Морк Борга воздвигались целые соборы. Вокруг одного самого крупного собора был собран город Галгенбек. Последнее найденное пророчество вверху гласило, что будет конец света. Проблема в том, что он будет как раз таки тогда, когда и начинается повествование игры. Приключенцы, а именно игроки попадают в абсолютно обезумевший мир, где куда не пойдешь, обязательно найдешь приключения на свои Мускулус Глютеус Максимус. В вышеуказанном Галгенбеке ходит Инквизиция, которая кошмарит желающих сделать Роскомнадзор и всех людей, которые не верят в конец света. На востоке стоит королевство Грифт. По ночам в нем всякие темные твари устраиваются садом, а местный король ничего поделать не может с этим, поэтому просто ходит по улицам и вешает листовки с инструкциями, как встретить конец света. За что, кстати, поданные его не любят и считают тряпкой. На юге и западе простирается в Исландии, чей монар ходит с армией в налеты на своих же фермеров. Чуть севернее Кергюс, где окружение настолько унылое, что гоняет тоску местную графиню, и она ждет своего суженого. Думаете, романтично? Так вот, суженых этих было уже много, и каждого она убивала, а потом садилась опять страдать о том, что все вокруг серое и унылое, и ей бы мужика. И вот представьте, что это в цивилизованных частях полуострова, а есть еще и дикие, так там вообще кошмар творится. Это краткая история мира, но максимально выкладывающая положение дел. Да, есть дыры, но они сделаны нарочно, чтобы и мастеры, и игроки могли развивать вселенную так, как сами того желают, и пока не случится конец света. Теперь давайте, наконец, о том, как в это играть. Собственно, как в это играть. Для начала игры вам потребуется книга правил, и это, ребята, просто ух, какой кислотный дизайн, зато больше картинок, чем текста. Это для начала вхождения в культуру НРА, и, кстати, жирный плюс. Помимо книги нам понадобятся кубы для классического ДНД, то есть набор от 4-х граника до 20-ти граника, не считая Д100, который представляет из себя куб с десятками и куб с единицами. А также вот такой вот милый лист персонажа, куда мы будем вносить данные о нашем гримыке. Есть три способа создания персонажа для Моркборга. Первый. Вы никто. Буквально никто. У вас нет класса. Вы просто открываете 18-ю страницу и кидаете по таблицу нужные кубы до страниц с классами. Вначале кубами определяем снарягу и арсенал. У оружия из стандартных правил есть только какой кубик надо бросить на урон и цена в серебре. Характеристик у вас всего 4 и никаких навыков у вас нет, зато вы имеете силу, ловкость, хладнокровие и телосложение. Сила или удаль отвечает за силовые действия. И, естественно, ловкость за воровство, акробатику, скрытность, хладнокровие за убеждение, ложь, использование магии, дальнобойного оружия, внимание, логики, знаний и всего прочего, где нужно держать голову холодной. А телосложение за ваш иммунитет, способность противостоять ядам, болезням и так далее. Определяем эти дела бросками шестигранных кубов на каждую, потом полученный результат мы сравниваем с таблицей модификаторов. Вписываем эти самые модификаторы, а результаты бросков забываем, больше они нам не понадобятся. Дальше по инструкции определяем бросками переносимый вес, количество хп. Оно тут может на старте быть равным единице, поверьте, это нормально. И выпускаем наше Никто в мир, пока оно не умрет самым нелепым образом. Второй способ это взять класс. Все классы Моркборги представлены в виде буклетов в одну страницу, и вам нужно только уточнить нюансы, какие следует учитывать при создании персонажа. У одних классов какие-то характеристики идут в плюс, какие-то в минус, деньги по-другому считаются из снаряга. Также вписываем все особенности и способности вашего класса, и вуаля, персонаж готов. В классе есть как и в основной книге правил, так и доработанные фанатские официальные отдельные буклетики в одну страницу. Выбор огромен, от страдающего тяжестью бытия философа, вплоть до шизоида верхом на адской собаке. И третий способ. Проходим по ссылке на рандомайзер и тыкаем, пока не попадется то, что нам понравится. Далее игра проходит по всем канонам классического ДНД. Мастер дает задачу, дает ей сложность, говорит какой тест пройти, игроки кидают Д20, смотрят результаты и радуются жизни, или наоборот огорчаются в ней. Магия здесь представлена в виде свитков, которые надо читать с помощью хладнокровия. Есть отдельная таблица провалов теста магии, так что учтите, большая сила несет большую ответственность. И одним неудачным заклинанием вы можете похоронить еще до конца света своих сопартийцев. Дополнительно при создании персонажа вы можете, кстати, наделить его также плохими привычками, увечьями и так далее по специальным таблицам. Оно, конечно, не несет практической ценности, но поможет вам, как игрокам, отыгрывать персонажей шепелявых, ковыряющихся в носу до крови и так далее. Особенность Меркборга заключается в том, что мастер кидает кубы просто катастрофически мало. Игрок хочет обокрасть трупы, мастер смотрит нужную таблицу, игрок кидает на то, что нашел. Игрок хочет заявить действие, мастер назначает рандомную сложность от 6 до 18, и игрок кидает кубы. Единственное, бои. Как и в любой НРИ, они пошаговые. Только тут мастер может накидаться с кубами в сласть. Для начала бросается просто Д6. Если результат от 1 до 3, то игроки ходят первыми. Если от 4 до 6, то ходят первыми враги, коих отыгрывает сам мастер. Дальше игроки сами придумывают способ решить, кто из них в их черед будет ходить первым. Для этого можно использовать старую добрую поножовщину. Но и кубы с модификатором ловкости тоже подойдут. Потом все имеют по 2 действия в свой ход. К этому может относиться, например, удар, выстрел, передвижение, взаимодействие и так далее. Но за ход действий можно сделать только 2. Игроки решают, чем будут навешивать врагам. Если это оружие ближнего боя, они кидают Д20, прибавляя модификатор силы. Если дальний бой, то то же самое, только модификатор хладнокровия. Если колдануть надо, то тоже Д20 плюс модификатор хладнокровия. И каждый такой бросок имеет сложность 12, если класс или враг не имеют корректировок в описании. Никаких КД и прочего выдумывать не надо. Всегда 12. Мастер, отыгрывая врагов и игроков, не кидает ничего, кроме урона. На что игроки либо проверяют ловкость для уклонения со сложностью 12, на удивление. Либо защищаются броней, уменьшая полученный урон. Профили вражья для нарезки тоже, кстати, представлены в виде буклетов, где есть только ХП, дополнительная 1-3 фишки врага. Мораль, но ее проверяют игроки броском 2-6 в определенных условиях. Ну, например, когда у вражеского отряда позорной смертью почил лидер. И успех этой проверки будет выражаться в том, что вражье будет бежать с поля боя, например. Другой момент, когда мастер кидает кубы, это отсчет времени до конца света. Есть в книге правил специальный календарь Нехрубеля, или как в других переводах, его зовут Нечрубель. Это злое божество местное. В общем, в начале каждой сессии или после отдыха персонажей игроков, мастер по этой злосчастной таблице кидает в начале Д100. При единице кидается 2Д6, или как оно еще называется, Д66. И сыгрывается событие в виде псалма, что будет носить изменения в мир, поскольку конец света приближается. Следующая проверка таймера уже будет делаться с помощью Д20. И снова сыгрывается псалм при единице. И так пока куб не уменьшится до Д2. Это либо монета, либо мы берем Д4 и четный результат обозначаем за 2, а не четный за единицу. И сыгрывает последний псалм, 7-7, после которого игроки умирают, мир гонит в бездну, а книгу правил можно сжечь. И на этом приключение заканчивается. В целом, в это играть можно даже и без мастера. Есть ряд приключений активности, где можно собраться чисто игроками и просто кидать кубы по таблицам, чтобы находить своим персонажам приключения на пятую точку. Вкратце, вот так и выглядит процесс самой игры. Часть механик мы специально не упоминали для того, чтобы вы прошли по ссылке в описании и посмотрели все собранные мной материалы, правила, дополнительные всякие фишки для Моркборга. В заключение можно добавить еще следующий момент, что создатели данного настольного шедевра не остановились. И в мире существует еще и Сайборг, который представляет из себя ответ киберпанку, Паратборг про приключения пиратов, и еще готовится Тунборг. Объединяет эти игры и система, описанная выше, и приближающийся конец света, и правила на его отыгрыш, и немеренно черный циничный метальный юмор, что создает целый жанр для НРАИ под названием Борг. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о видео друзьям и делитесь своими впечатлениями и опытом НРАИ и Моркборг в частности. Всем пока!